Друзья, всем привет! Добро пожаловать в этот новый влог. И он начинается с необычных новостей. Кажется, я забыла с вами поделиться, но не так давно мы приобрели квартиру в Москве, которая только-только строится. Ждать до начала 2025 года. И так как она довольно-таки рядом с тем местом, где мы живём, мы решили пройтись пешочком, посмотреть, как проходит стройка, показать вам какие-то моменты. Как вы видите, там фундамент или, как-то сказать, каркас дома уже готов, а вон там, за этим домом, уже лес. То есть там заканчивается всякая инфраструктура и идёт лес и выход в парк, в парковую зону. Это было, скажем так, одним из, ну не критериев, а галочек, почему нам понравился именно этот вариант. Потому что в Москве как раз-таки не хватает вот этой самой природы, глаз не отдыхает, постоянно ты видишь дороги, постоянно ты видишь какие-то дома, людей. А вот хочется, если честно, в окно видеть просто лес и закат. Здесь вот седьмой этаж, и там мы будем жить. А вот смотрите, вот здесь уже начинается лес. Свет прям, свет лечил, мишка впадает прям туда. Да, просто лес. Там, если что, дорога никуда не ведёт, эта тупик, она просто вот заканчивается. Ну, в общем, друзья, этот весь квартирно-ремонтный вопрос у нас с вами во влоге начнётся ещё очень-очень нескоро. Но я захотела с вами поделиться. Пока нас с вами, естественно, ждут влоги про беременность, роды и первые годы материнства. Всё, пойдём в лес. Всё, мы зашли в наш парк, в котором мы сами регулярно занимались пробежками когда-то. Вот, и так здесь классно, здесь гуляют люди с собачками, с коляшечками. Тут очень хороший воздух. Вчера смотрели фильм, который называется «По скриптам я люблю тебя». Я этот фильм смотрела в детстве, постоянно плакала, не понимала вообще, мне кажется, с половиной смысла. И сейчас во взрослом возрасте его было пересмотреть в 20 раз интереснее. Там перед нами сюжет пары, которая любит друг друга, у которых всё хорошо, всё классно в отношениях. Но у главной героини, у неё наблюдается вот этот синдром отложенной жизни. Она говорит о том, что нам пока не время там заводить детей, пока у нас нет хорошей квартиры. Вот, мы заживём хорошо, тогда это. Мы заживём вот так, тогда то. Смерть её мужа, которая случается буквально через 15 минут фильма, она показывает то, что нельзя отвергать свою реальность, нужно наслаждаться тем, что есть сейчас, стремиться к большему и лучшему, но при этом существовать там где-то есть. Вот такая вот философская мысль у меня сегодня. Ну что, в прошлом влоге я вам показывала свой утренний уход. А в этом влоге хотелось бы показать такую вечернюю рутину, как я готовлюсь ко сну. А ещё, ни для кого, надеюсь, уже не секрет, что я нахожусь в положении. И кожа в этот период на самом деле довольно капризная, она меняется. Поэтому сегодня покажу вам свои баночки и поделюсь теми лайфхаками, теми средствами, которые мне помогают успокаивать мою кожу, лечить мою кожу. Потому что на разных этапах беременности кожа ведёт себя по-разному. Когда-то больше высыпаний, когда-то меньше, когда-то больше наступает сухость. В общем, покажу вам те баночки, которые я собрала, которые меня очень устраивают и поделюсь с вами. Итак, на мне сейчас нет макияжа, но если бы он был, я бы его сейчас смывала вот таким гидрофильным разглаживающим бальзамом-пилингом от бренда Airborian. Честно говоря, я попала на этот продукт случайно. Я почему-то подумала, что это миниатюрка другого продукта, который, заметьте, очень сильно схож. Это знаменитая маска пилинг, Milk and Peel, для очищения пор. Но случайно купила бальзам и, кстати, не пожалела, потому что он заменил мне, на удивление, гидрофильное масло. Во влоге с пустыми баночками я вам уже рассказывала, что на гидрофильное масло у меня сейчас появляются высыпания. На дешевую мицеллярную воду тоже. А покупать биодерму по 1500 рублей, с учетом того, как я крашусь, и чтобы умыться, мне реально нужно очень много мицеллярной воды, для меня не очень выгодно. Поэтому я искала для себя какой-то гидрофильный бальзам. Этот гидрофильный бальзам идет с такими небольшими частичками, то есть помимо того, что он смывает макияж, он еще и делает легкий пилинг. Далее мы с вами будем умываться. Делать я это буду пенкой от бренда Genoises, очень популярная благодаря Ксении Шипиловой. И на самом деле у меня этот продукт давно, он меня устраивает, но единственное, за такую огромную стоимость, я напомню, что больше 6000 рублей, по-моему, у этого средства ужасный дозатор, то есть он в какой-то момент у вас ломается, и вы ничего не можете с ним сделать, кроме как открывать его целиком, брать отсюда некую массу и наносить на лицо. Особенность этой пенки в том, посмотрите, что она начинает пениться на вашем лице, очищая глубоко, очищая все поры, и можно не переживать, что у вас в этих порах остался макияж, или осталось то же самое гидрофильное масло, в общем, пенка супер, нареканий нету. Кожа после этой пенки просто чистейшая, но в то же время нет ощущения стянутости, нет ощущения сухости и того, что вы очистили свою кожу до скрипа. После того, как моя кожа полностью очищена, я прям чувствую, как мои поры дышат, я приступаю к этапу тонизирования, это безумно важный этап. Если вы до сих пор пропускаете этап тонизирования, то это грубейшая ошибка, потому что ваша кожа недоувлажняется приблизительно на 50% и, соответственно, выглядит хуже, чем могла бы. Тонер я решила взять в последний раз для сухой и чувствительной кожи, потому что, как я уже сказала, кожа во время беременности реально становится сухой, чувствительной и реагирует буквально на все. Мне было очень страшно брать какие-то активные компоненты, кислоты, еще что-то, поэтому я взяла такой хороший, увлажняющий, успокаивающий тонер. Но консистенция на самом деле у него довольно такая, знаете, густая, не совсем жидкая, поэтому я люблю использовать свой любимый метод, когда я тонер распределяю по ладоням и вот такими вот прихлапывающими, приглаживающими движениями тонизирую свою кожу. Мне такой метод очень сильно нравится, потому что я не травмирую лишний раз свою кожу вот этими ватными дисками, я это не очень люблю. И, знаете, ощущение на лице, честно говоря, липкости, вот прям такого активного увлажнения и, еще раз повторюсь, липкости. Но, как вы знаете, если кожа сухая, вот как раз-таки эта липкость, она и дает возможность хорошо кожу восстановить, напитать, все чешуйки склеить, поэтому это супер, тоник в целом мне понравился. Итак, после тонизирования у нас, конечно, какой этап не увлажнения, а этап сыворотки. А ни в коем случае не забываем про этот важный шаг, потому что крема, по сути, не совсем достаточно. Если у вас под этим кремом нету активной, хорошей сыворотки, которая бы питала, улучшала свет лица, которая работала бы с вашим постакне, заживляла какие-то воспаления, то, по сути, ваш уход не совсем можно назвать качественным, да? Вы просто увлажняете вашу кожу, но глубже в корень вы не зрите. При выборе сыворотки я всегда отталкиваюсь от каких-то своих сезонных проблем с кожей. Весной, например, это тусклый цвет лица, летом это пигментация, осенью это сухость. И вот конкретно сейчас, в мой такой нежный период, это, конечно же, воспаление, высыпание, закрытые комедончики. И еще я заметила, что очень-очень долго начинают заживать какие-либо постакне, следы от прыщиков. При этом слишком активные компоненты в уход включать, конечно же, нельзя. Вот я уже писала в своем телеграм-канале, присоединяйтесь, если еще этого не сделали, что первым делом, когда вы узнали, что вы в положении, вам нужно убрать ретинол и все производные витамина А, которые, как известно, очень хорошо полируют кожу, делают ее визуально красивой. Но что делать, если вы в положении, вам нельзя ретинол? Можно прибегать к помощи кислот фруктовых, к салициловой кислоте, но моя кожа, например, еще и сухая. И если я подключаю в свой уход активные кислоты, то да, я избавляюсь от закрытых комедончиков, от прыщиков, но в этом случае моя сухость только усиливается. Поэтому, когда я изучала вообще, чем мне пользоваться в этот нежный период, я узнала про такой компонент, как Азулен. На самом деле, это природный компонент, это, по-моему, экстракт ромашки, и он содержится в различной уходовой косметике с целью того, чтобы заживлять постакне, для того, чтобы лечить постакне, и обладает каким-то таким успокаивающим свойством, что неудивительно, если это ромашка. И я нашла для себя продукт с Азуленом, мне нравится этот компонент использовать именно в сыворотке. Пусть вас, кстати, не пугает ее цвет, потому что Азулен, он, в принципе, содержит вот этот сине-фиолетовый, фиалковый какой-то пигмент, и практически все средства с Азуленом будут вот с таким приятным оттенком. Но не переживайте, когда вы наносите его на кожу, конечно же, этот пигмент нейтрализуется. Сначала я использовала эту сыворотку точечно, в те места, в которые у меня были высыпания, воспаления, потом я поняла, что очень классно использовать ее на все лицо, потому что она абсолютно не сушит кожу. Вот, вы видите, пигмент полностью исчезает, у нее нету никаких побочных действий, то есть она не щипет. Но единственное, конечно, я ее сильно в область глаз не наношу, как, в принципе, любые другие сыворотки. И эта сыворотка мне помогла избавиться от таких мелких комедончиков, которые у меня возникли в районе лба, и которые меня активно преследовали весь второй триместр. Вот они у меня практически, видите, ушли. В общем, сыворотка крутая. Кстати, все ссылки я обязательно оставлю внизу в инфобоксе. Знаю, что частенько вы мне пишете, что не можете найти тот или иной продукт. Обещаю не полениться и оставить для вас все-все-все ссылочки внизу. Двигаемся дальше. Это уход вокруг глаз. И я очень любила крем от бренда Kiehl's с авокадо, наверное, многие про него слышали. Но мне захотелось чего-то новенького, чего-то более легкого, потому что крем от Kiehl's, он довольно такой тяжелый, маслянистый какой-то. Ну, такой, знаете, ну, тяжелый. И мне подруга посоветовала вот такой попробовать крем от бренда Sesderma с алоэ. В целом я им остаюсь безумно довольна. Наношу вот таким вот образом. Делаю пару горошинок во внешние уголки глаза и пару горошинок во внутренние. Крем, в отличие от Kiehl's, знаете, намного легче, намного быстрее впитывается. В целом даже под макияжем ведет себя просто отлично. И есть некое ощущение, первые разы, когда вы его используете, какого-то покалывания, какого-то воздействия как будто бы на кожу. В любом случае кожа вокруг глаз выглядит после него просто отлично. Я им очень довольна, а еще и довольна его ценой, потому что он стоит всего лишь 1000 рублей. Присмотритесь. И, наконец-то, последним этапом, перед тем, как я уйду ко сну, я нанесу простой увлажняющий крем аптечного бренда. Мне нужен был такой, который не вызовет, опять же, у меня никаких реакций. Мне, если честно, даже хочется сейчас, чтобы не было никаких отдушек. И в этом плане бренд La Rouge Passé, как правильно, напишите в комментариях. Все крема от La Rouge, они какие-то гипоаллергенные, то есть на них точно не будет никаких высыпаний, при этом они хорошо ухаживают за кожей, устанавливают кожный барьер, что я очень люблю и ценю вообще, в принципе, в кремах. Пользуюсь уже тоже достаточно давно этим кремом. И, честно говоря, я, наверное, вот его даже буду повторять, потому что мне этот крем прям... Короче, сейчас он попал в мою душу, в мое настроение. Утром кожа какая-то после него бархатистая, приятная. В общем, крем, честно говоря, супер. Ну, а я, друзья, тем временем отхожу ко сну. Завтра у меня УЗИ, возможно, возьму вас самой. А мы с вами тем временем двигаемся дальше во влог. Ну вот, мы подъезжаем в клинику на Можайском шоссе. Это мать и дитя, самая известная, мне кажется, клиника. Есть вообще по всей России, как оказалось. Мы выбрали самую ближайшую к нашему дому. И, в общем, вот сюда я хожу практически каждый сход. Ого! Это голова, да, такая, большая? Да, это Вячеславный. Да. Боже, смотрите, как это мило. Это наш первый подарок для малыша от мамы Ирины. Давайте откроем. Видите, какая гоночная машина. Красивая. Это игрушка и, в том числе, я думаю, оформление интерьера. Спасибо! Спасибо! Друзья, самый распространенный вопрос сейчас у меня в директе о том, чем я собираюсь заниматься в декрете. Я еще не успела туда уйти, но мне такие вопросы уже поступают, потому что многие знают, что я сейчас работаю в офисе. И в определенный момент мне нужно будет уйти на неопределенный срок для того, чтобы ухаживать за ребенком. Но я знаю много мамочек, которые не теряли время даром в декрете, посвящали себя не только ребенку, но еще и образованию. И, например, после того, как у них заканчивался декретный отпуск, они уходили в совершенно другую профессию. Слава богу, сейчас есть возможность учиться онлайн, дистанционно, получать образование. Самое главное, работать и зарабатывать, не выходя из дома. Да и, если честно, я сама умею зарабатывать из дома, так как я давно веду свой канал, у меня бывают коллаборации с брендами, я снимаю различные рекламные ролики. В общем, умею делать это удаленно и скажу вам так, что это очень удобно, потому что даже находясь в отпуске или в декретном отпуске, я могу не терять свой заработок. Ну а если вы также задумываетесь над тем, чтобы работать из дома или вообще из какой-то другой точки мира, уйти на фриланс, то я вам хочу порекомендовать мастер-класс с гарантированным трудоустройством. Сегодня я вас хочу познакомить с Марией Лебедевой, она уже более 7 лет в онлайн-образовании, трудоустроила более тысячи своих учеников, а также, что немаловажно, поддерживает благотворительный фонд помощи детям-аутистам. Рынок онлайн-образования растет с каждым годом, в нем крутятся миллиарды долларов, но кто будет обслуживать и настраивать все эти новые онлайн-школы? Этим как раз-таки занимается Мария со своими учениками. Вы наверняка видели, что СММщиков, таргетологов, маркетологов, дизайнеров сейчас обучают онлайн, но таких вакансий уже достаточно много. А в той нише, в которой работает Мария и обучает своих учеников, вакансий намного больше, чем специалистов. Работая вместе с Марией, вы можете делать это удаленно, в комфортное для вас время, возможно, из любой точки мира, и реализовать все свои финансовые желания. Ссылку на мастер-класс я оставляю в описании, регистрируйтесь, если хотите начать свой путь в мире фриланса. Кстати, всех учеников ждет бесплатный чек-лист по быстрому старту на удаленке. Иду на встречу с подругой, решили посетить ресторан Пробка на Цветном. Знаю, что в Питере очень хорошие отзывы на этот ресторан, решили попробовать в Москве. Жду свою Элю и обязательно дам свой отзыв. А еще планируем зайти, конечно же, в золотое яблоко после всего. Давайте покажу вам немного московской атмосферы. Пятница, вечер, Цветной бульвар. Пушились и идут встречаться со своими любимыми вторыми половинками, друзьями. Но это я уже, конечно, фантазирую. В реальном рынке вообще все лето, вечеринки под открытым воздухом. Какой кайф, да, вот Москва летняя. Скоро это все закончится, уже буквально через неделю нам обещают плохую погоду. Вот, друзья, нам всегда выглядит очень даже скромненько. Надеюсь, найдут этот столик на веранде, в чем я очень сомневаюсь. Пока я жду свою подругу, предлагаю поизучать меню. Я уже, если честно, залазила в Инстаграм. Сколько здесь всего аппетитного? Просто не представляете. Эльшка, ты думала, влога не будет? Мой брат-близнец. Давно тебя, кстати, не было на ютубчике. Передай привет подписчикам. Привет подписчикам мои. Пересаживаемся на Верланду. Поймать последнюю летнюю погоду. Так, друзья, мы пробуем. Значит, тут карпаччо, да? Как это, короче, мясо. А внутри либо оливки, либо сыр. Должно быть очень вкусно. А это комплимент от ресторана. Здесь чипсы вот такие. И, мне кажется, это какой-то мусс из пармезана. Друзья, мы вышли из ресторана Пробка. Мне завернули мою пасту, которой я не доела. Мне всё понравилось. Офигеть. Вообще супер простой дизайн. Интерьер. Очень простой, особенно внутри. То есть ничего там какого-то особенного вы не увидите. Но такое хорошее обслуживание. Оно в меру заботливое, в меру такое ненавязчивое. Но, кстати, туда очень вкусная еда, мне показалось. Мы мало что попробовали, на мой взгляд. Пойдём. Но то, что попробовали, было вкусно. Цены там кусаются. То есть они приблизительно по уровню, как на Матриках. А вот там вечеринка. Смотрите, какая. Там диджей-сет, вся фигня. Но мы с вами отправляемся вот туда. Там золотое яблоко, мы любимые. Я в шоке, что в золотом яблоке появилась вот такая вот... Такой стенд с товарами для дома. Я просто обожаю вот такие бокалы из очень тонкого стекла. Супер. Кружки. Императорский фарфор. Пожалуйста, вот такую золотенькую очень сильно хочу. Похожа на Hermes. Сейчас это коллекция, поэтому все, конечно же, покупают. Красная со скидкой. Супер. Так. Мне срочно нужно вот это. Сыворотка Global. Кератин. Моя любимая. Убирает пушки. Делает волос потрясающим, красивым. Берем. Я решила попробовать линейку L'Oreal. Причем шампунь я хочу восстанавливающий. Вот такой, да. Шампунь еще и со скид. Присмотрите, тысяча рублей. Это супер. А вот маску я хочу для непослушных волос. Не могу ее найти. Наверное, называется на ней метод. Не знаю. Так, ну что, друзья. Вот так вот выглядит корзина. Пока. На данный момент. Думаю, мы на этом сегодня остановимся. Я тебя жду. Нет, традиционный вулк. Какие красивые. Это что, мята? О, доброе утро. Меня поздравила муж. Я уже съела свой праздничный тортик. Праздничное пирожное, которое мне не понравилось. Нанесусь. Букет от мужа. Невероятно красивый летний. Хоть и за окном такая ужасная погода. Серая, московская. Буквально за день до дня рождения она началась. Никогда не помню, чтобы она была такой плохой на мой день рождения. Но не суть. Мне в милее лето. Записка такая. Конечно, откуда я могла себе заказать подарок, кроме как со скелли. Сидела, выбирала. Та-дам! Так, сертификаты, подлинности. Всегда мы такие кладем во скелли. Честно скажу, вообще, это мой первый заказ. Мне так интересно было посмотреть, что там. Друзья, внимание. Это сумка, которую я очень-очень-очень давно хотела. Конечно же, это сумка Ливитон Нео Ной. Она идет с различными видами вот этих ремешков. Я хотела либо черные, либо коричневые, что было колоссально трудно сделать. В основном на платформе оставались только с красным или с розовым ремешком. Через байеров очень долго и дорого. И вот я ее нашла, я ее выцепила. Я безумно рада. Мне кажется, вот именно с черным вообще то, что нужно. Это моя первая такая брендовая сумка. Она нереально крутая. Она очень легкая. Как вы знаете, все изделия Ливитон делаются не из кожи, а из канвы. За счет этого они невероятно легкие. То есть вот в это ведерко, сейчас мы с вами ее раскроем, можно нагрузить вообще кучу всего, и вам будет не тяжело. Так, ну что, Безды Гелл, муж забрал меня с работы с цветами, с подарками. Едем отмечать в ресторан вдвоем. Возможно, на выходные встретимся с друзьями. Я такая довольная. У меня сегодня столько поздравлений было на работе. Еще я только что опубликовала видео, очень милое. Я не знаю, я его пока монтировала, сама 20 раз плакала. Я вообще постоянно пересматриваю и плачу. Короче, переходите в Инстаграм, смотрите это видео. Ну и как вы поняли, ресторан будет без просека сегодня, друзья. Да, кстати, мы едем в ресторан Пич. Там мы еще не были. У меня какая-то фишка. Я вожу, у нас исключительно новые места. Я хотела в Сахалин, потому что там красиво. Можно пофотографироваться, выйти на улицу. Закат поймать какой-то. И в Пиче такая же история. Но он по уровню, типа как в Сахалин, мне кажется. Друзья, ну потрясающий столик, прямо с видом на закат. Я взяла аромат, называется «Хорошая девочка становится плохой». Он очень нежный. Я вообще обожаю ароматы Килин за то, что они, знаете, такие какие-то шлейфовые. И все-таки из всех ароматов они для меня наиболее ощутимы на других. Ну, короче, я их люблю. И вот этот, мне кажется, что там есть какие-то нотки персика. Ну, такие очень отдаленные. Очень нравится. Давай, 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 давай. Давай, из-за тебя. Очень красиво, конечно, это пиво пьешь. Попробовала ногу, очень вкусная, божественная. Это ягуненок. Спасибо. Вкусная? Вкусная. Я тоже попробовала. Боже, какой красивый вид. Обязательно? Загадайте. Ура. Поздравляю. Концерт, пожалуйста. По заявкам. Друзья, у нас образ левая песня. Как будьте любимые. Половину сердца, половину сердца. Оставлю с тобою. Концерт, пожалуйста. За твое, что пою. Я солю кусочек, улыбнись, гадань. По дому только, а больше не надо. Где ты, где ты, где ты? Беспокойное сердце. За невидимой дверцей притаилась. Где ты?